так всем привет я в общем у нас сегодня был разговор такой с начальником управления внутренней политики нурлубеком я ему звоню читаю сначала новость кастане что в уральске определено там три места где можно проводить мирные митинги прохожу по новости короче там обозначает что это за три места мы думали что я такой документ не видел звоню нурлубеку дауму в управление внутренней политики спрошу слушать что за места там вы меня пока еще не выделены это проект это проект и мы предлагаем будем сейчас поучаствовать в обсуждении я буду давно и давно как давно вы предложили предлагать это обсуждение умерт ну по закону есть 10 дней на обсуждение вот проект 6 числа вывешен в открытых нп 7 числа и вот 7 числа якобы народ обсуждает от 8 до 8 числа народ якобы обсуждает это я говорю окей а может мне скинуть ссылочку чтобы посмотрел что там обсуждает народ он говорит да пожалуйста без проблем и скидывает мне ссылочку я теперь вот переворачиваю камеру я вам сейчас покажу в общем он мне так 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 где у меня нурлубек даумов сейчас вот он скидывает мне вот такую ссылочку открытый нп я кликую по этой ссылочке хорошо при к ним еще раз и прохожу да вот сюда вот об определении специализированных мест для организации проведением мирных собраний маршрут исследования порядке с пользы специализированных мест для организации проведения мирных собраний нормах и предельной заполняемости а также требованию к материально-техническому организационную обеспечение специализированных мест для организации проведения мирных собраний границ прилегающих территорика ну короче все что уральски как давно вот захожу сюда для интереса здесь но херва туча приложений которые нужно то есть сам документ там где-то спрятан естественно я начинаю естественно кликать по этим приложением ну и вот клику и значит я по этим приложением и что я вижу но первое это собственно само решение уральского городского маслехата подписанная секретарем уральского городского маслехата есть такой фрукт у нас блин аркале у бекеров ну такой типичный нуратановский продукт серая унылая биомасса я его называю знает единственное что знает господин албекеров это слово нельзя и запретить но такой знаете если во время гитлерской германии у вас был бы истинно марицем из его вышел бы нехилый такой гестаповец короче вот это гестаповец а его другого слова не нахожу муратанский для меня это все такие гестаповцы по определению короче он пишет здесь определение специализированных мест рата-та-та-та-та-та-та решил до определить специализированные места читаю нихера этих мест здесь не указано на всякий случай прокручивая до конца вроде нет все это единственное приложение орки я иду скачиваю второе приложение вот оно второе предложение приложение думают человек за приложение того приложение номер два а это приложение порядок использование специализированных мест для организации проведения мирных собраний в городе уральск и он а халямô бекеров специальность приложения написал к этому документу в котором он нам участника мирных митингов зачем-то снова разъясняет нормы закона они будут от которого вот такая его команда подписали да там но родили и здесь главный он что-то еще от себя тянугород это он говорит о том что с при использовании специализированных мест для проведения мирных собраний организаторы участники имеет право там да ну и пишет там но пусть и использовать звук и записывающую звукоусилищую аппаратуру и так далее но далее он пишет при использовании специализированных мест для проведения мирных собраний организатор и дальше просто и двоеточие Он говорит, обязан, не обязан, он просто двоеточие стоит и пишет, не менее чем за один час до начала проведения мирного собрания прибывает к специализированным местам, кто прибывает, хер его знает, ну я так понимаю, организатор, к специализированным местам для осмотра территории в случае необходимости установки монтажа звукозаписочных технических средств, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации. Бекир, нахер ты мне все это разъясняешь, если я захочу провести митинг, бля, вот меньше всего я буду спрашивать тебя, когда мне прибывает, за час, за день, чем за час и так далее. При проведении мирных собраний создавать условия для безопасности участников мирных собраний, сейчас, секундочку, уж тогда мы физиономим разглядывать все-таки, а, самое главное, и он там пишет, да, в этом, что я как организатор должен носить отличительный знак организатора мирных собраний. В случае принятия организатора мирных собраний решение отказаться от проведения мирного собрания во время проведения незамедлительно информирует местный исполнительный орган и граждан через средства массовой информации. Типец, бля, откуда Али это взял, блин, кто ему это писал, я все-таки его знает. Выполнять требования сотрудников органов внутреннего дела или прокуратуры, направленных на защиту жизни, здоровья участников мирных собраний, ну и прочая-прочая вот эта вот фигня. Он пишет, 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 не допускается пребывания несовершеннолетних без сопровождения родителей и иных законопредставителей в соответствии с нормой кодекса Республики Казахстана о браке, супруге и семье. Организатору мирных собраний для проведения мирных собраний запрещается призывать к нарушению строя, совершать действия, которые создают помехи для перебойного общественно функционирования транспорта, препятствовать деятельности государственных органов, организаций и прочего. Блядь, да не пишите мне, пожалуйста, в фейсбук. Блядь, вот кто-то начал в фейсбук мне писать. Нахер вы это делаете, пожалуйста. Вы же видите, что я веду прямо в эфире. Устанавливать юрты, палатки, иные сооружения без согласования с местными исполнительными органами. Иметь при себе холодное, огнестрельное и иное оружие. Вот, Ах, Калин, нахера ты мне это пишешь? Скажи, пожалуйста, блядь. Ты, я понимаю, у тебя нуратановское твое нутро, оно вот такое вот, ну оно тупое, оно, блин, ничего, не имеешь никакого представления о законности, о здравом смысле. Это я понимаю, у вас у нуратановских это нахер сразу отбивается еще на начальный период зачатия, блин, когда вы как депутаты зачинаетесь там, блин. Ну, нафига вы это делаете, блин. А, здесь еще вот такой документ есть, я вам сейчас покажу, вы будете ржать, и я отвечаю на них. Ах, Олео Бетьеров рожает вот такой документ. Приложение, и это приложение номер три. Требования к материально-техническому оснащению и организационному обеспечению специализированных мест для проведения, для организации и проведения мирных митингов. И здесь я читаю вот это вот самое прикольное. Короче, здесь, ну, первое, при проведении мирных использований звукозаписывающие технические средства, там, транспарантер, та-та-та, оно себя понятно. При проведении мирных собраний специализированных местах использовать звукозаписывающие технические средства с уровнем звука, соответствующим законодательству Республики Казахстан. Господин Лабутиров, тебе что мешало здесь же тогда уже прописать этот уровень звука? Я этот уровень звука где буду искать, который соответствует законодательству Республики Казахстан? Ну, хотя бы тогда написал бы, в каком законе мне это искать. Обалдеть, блин, такой уровень безграмотности и тупизма, я слышу, теперь. Используйте справные средства аудиовизуальной техники, а также производить видео, фотосъемки при проведении мирных собраний. Блин, забыл у тебя спросить. А я что, специально приду туда с хреновой, неисправной техникой? Ну, ты дурак, нет, а у бекера, блин. При проведении мирных собраний, специализированных местах для проведения мирных собраний не использовать, не применять, не складировать. Опасные тап-та-та. И самый феерический, это пятый пункт. Не допускать складирования, использования, применения огнестрельного, холодного оружия, острых колющих и режущих предметов, строительных материалов, обрезков металлических труб, деревянных черенков, а также предметов, могущих быть использованы против жизни и здоровья граждан. А у бекеров, дурачок ты наш, это ты же пишешь приложение согласно закону о проведении мирных митингов. Ключевое слово мирные. Ой, блин, вот уж дурак, ё-ка-ла-мэ-не, блин. Дальше это у бекера выражает приложение номер 4. Это границы прилегающих территорий, в которых запрещено проведение пикетирования. Оказывается, нам запрещено, я вот выделил, проведение мирное пикетирование. Пикетирование, это не митинг, в местах массовых захоронений. Что, кто-то, вы реально думаете, что кто-то пойдет проводить пикетирование на кладбище? О, бекера, ну ты дурак, нет? И, четвертое, на территориях прилегающих к резиденции президента республики Казахстана, через запятую, первый президент республики Казахстан Ельбасы. Бекерф, я правильно понял, у нас в Уральске где-то есть такая резиденция? Покажи мне, пожалуйста. И самое последнее, я же говорю, Бекерфа не может рожать документы, если в них не будет слова запрещается или любой какой-то там не допускается. Вот у него появляется такой пункт, не допускается. Проведение двух и более пикетов в одном и том же месте, в одно и то же время у одного и того же объекта, за исключением специализированных мест для организации проведения мирных собраний. Бля, сказочный дебил. Использование звукозаписывающих, использование звукоусиливающих средств. Блин, а если я хочу пикет провести с этим, с матюгальником, тогда что, мне нельзя? Проведение пикетирования на расстоянии 150 метров прилегающих территории объектов, у которых запрещено проведение пикетирования. Слава богу, хоть расстояние не уточнил. Ёкалый мэнэ, блин. И, наконец, мы приходим к самому важному. Приложение номер один. Он самый последний, кстати, файл, который там нужно скачать. И здесь указывается у нас самое классное. У нас указывается три места, где можно нам проводить мирные собрания, специализированные места для организации проведения мирных собраний нормы их предельной заполняемости. Площадь на набережной реки Урал. Город Уральск, улица Пугачёвы. Норма предельной заполняемости от 500 до 2000 человек. Уточняю, что это за площадь на набережной реки Урал. Если кто-то подумал, что речь идет о площади перед Стеллой, ошибайтесь. Мы сегодня созвонились с Нарубяком Даумовым. Он объяснил, что речь идет о набережной, которой после Стеллы вы спускаетесь вниз. И там, вот сейчас Нана, коллега моя, записала видео. Она вам покажет, заходите на сайт Уральской недели. Там будет видосик, где мы покажем, где можно пикетировать. Короче, этот Жеренберг Жеренберг, вот прямо на берегу Урала, там лесочек. Короче, Аубекеров позаботился, что ваш митинг никто нахер не увидел. Второе. Сквер нефтяников и геологов. Город Уральск, улица Даумова. Норма предельной заполняемости 500 человек. 500 человек. Аубекеров, сходи, пожалуйста, в этот сквер. То, что ты называешь сквером, нефтяником и геологов. Если ты там уместишь 500 человек, я лично тебе поставлю пиво. Второе. Маршрут следования и организации проведения мирных собраний по городу Уральске. Я так понял, для шести. От улицы Пугачева, вдоль улицы Исатая Мохамбета, до улицы Сарайшик. Это тоже Жеренберг Жеры. Это такая окраина улицы. Там даже живых домов нет по большому счету. Это все очень-очень далеко. Вот такой документ родил наш городской Маслихат. И предлагает нам этот документ обсудить. Аубекеров, вы... Первый раз я буду за время этого видео обращаться к вам на вы. Потому что, помимо вас, я имею в виду всех. Все вот это сборище ваше, Нуратановское, которое заседает в городском Акимате. И которое этот документ в муках рожало, наверное. Вы же там последний зверь, наверняка, напрягли, блин. Вы же как-то там, наверное, первый раз в жизни вы использовали вот эту вот кучку нервных клеток. Ваш ганглий нервный, который у вас там функцию головного мозга исполняет. Вы сейчас напряглись, блин, и родили вот этот документ в потугах. И уважаемые мои одноклеточные братья... Блин, вы даже не братья по разуму, ты черт возьми, блин. Если бы было по разуму, я бы еще, наверное... Блин, я даже не знаю, как вас оскорбить. Я вот хочу что-нибудь сказать такое, чтобы это было правдой и не оскорбительно. А у меня не получается, черт возьми. Когда я говорю о депутатах Нуратанов в нашем городском Маслихате, у меня не получается совместить правду, и чтобы это было не оскорбительно. И самое главное, чтобы это было без мата. Я сейчас вот еле сдерживаюсь. Так вот, ладно, назову вас просто. Вот это вот вся шайка во главе Савбекерова. Я к вам сейчас обращаюсь. Вы напрягли вот эту вот в свою нервную систему, родили вот этот документик, блин, какой-то... Несколько документов даже. Это, наверное, блин, я не знаю. Вы рекорд, наверное, установили. В первый раз только написали. Ядрит Мадрид, блин. То есть помимо распилу бюджета, вы сейчас первый раз что-то делали как депутаты. Но депутаты, ну, опять-таки, вы сделали, естественно, как Нуратанский, сработал ваш безусловный рефлекс, и вы создали максимально неудобный документ. И вот, вы создали вот этот неудобный документ. Предлагайте нам его обсуждать. Вы знаете, я готов обсуждать то, что хоть как-то дружат со здравым смыслом. То, что сделали вы, это не дружит ни со здравым смыслом, ни с логикой. Будьте, ребята, будьте добры. Пока вот над вами народ не стал ржать, убирайте этот документ и по новой что-нибудь там. Ну, хорошо, пригласите меня. Я так и быть. На общественных началах я готов вам написать нормальный документ, где будет вот все для народа и так далее, и тому подобное. Но вы же этого не сделаете, черт возьми. В вашу крохотную головную мозг такая мысль просто не поместится. Это слишком велико для вас, блин. Большая мысль, черт возьми. Поэтому оставляю за собой право над вами поржать. Блин, я даже не знаю. Народ, заходите, короче, вот туда, в открытый НПА. Я ссылочку опубликую в комментариях вот под этим прямым эфиром. Заходите туда и комментируйте. Предлагаю поржать. Потому что над этой глупостью, я не знаю, ее серьезно обсуждать, я не знаю, кому придет в голову, наверное, остается только смеяться. Вот будем ржать. Давайте. Всем, ребят, спасибо за внимание. До свидания.